Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 19 марта и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Внимание! Компания Макси Форекс предоставляет возможность получить бонус до 30% на первый депозит. Акция действительно до 23 марта. Подробности вы можете узнать у менеджеров компании. На торгах в пятницу евро-доллар совершил рывок, пробив максимум предыдущего дня 1.3118. Основным драйвером подъема пары стала негативная статистика из США, опубликованная в начале американской сессии. Отчет по уровню потребительских цен, показавший снижение инфляции в стране, разочаровал рынок, ожидавший рост показателя и более скорое увеличение в связи с этим норматива процентной ставки. К тому же и опубликованный позднее отчет по индексу потребительских настроений также оказался значительно слабее предыдущих показателей. И в заключении серии отчетов данные по объему промышленного производства в США продемонстрировали резкое снижение. Рынок отреагировал на эти показатели, агрессивными продажами доллара и взлетом курса единой европейской валюты. От минимумов европейской сессии 1.3048 курс евро вырос до уровня недельных максимумов, зафиксировав вершину подъема на отметке 1.3186. Далее ценовое движение пары стабилизировалось в узком диапазоне вблизи этого уровня. В нашем прогнозе на понедельник ожидаем продолжение подъема евро к целевым уровням 1.3197, 1.3232, 1.3260 и, возможно, к 1.3291. Если на откате от предыдущего подъема паре удастся преодолеть уровень дневного разворота 1.3136, снижение может продолжиться и ниже, к уровню 1.3103, после чего предполагаем возобновление подъема валюты к вышеназванным целевым уровням. В отсутствии экономической статистики из Великобритании всю первую половину пятницы фунт провел в условиях нулевой активности, торгуясь в узком ценовом диапазоне 1.5694-1.5730. Резкое ослабление доллара на американской сессии и ралли единой европейской валюты изменили медвежий настрой рынка по отношению к британскому фунту. Рост спроса на валюту и активные покупки пары позволили вырваться из утреннего диапазона и протестировать на подъеме новый двухнедельный максимум 1.5860. Последовавшая затем накануне выходных фиксация прибыли остановила подъем и несколько откатила пару от лучших уровней, завершив недельную торговлю в узком ценовом диапазоне вблизи достигнутого максимума. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение подъема британской валюты ориентировочно вблизи уровня 1.5865, а затем разворот и снижение пары фунт-доллар к уровню поддержки 1.5798. Если этот уровень будет пройден, последует дальнейшее снижение в направлении ценовых уровней 1.5773 и 1.5738. Вместе с тем, если быкам по фунту удастся преодолеть уровень 1.5865 и закрепиться выше него, может последовать продолжение подъема в направлении 1.5880 и 1.5936, а затем возобновление снижения к вышеназванным целевым уровням. Ожидание трейдеров относительно дальнейшего укрепления золота достигли двухмесячных минимумов на фоне крепнувшей американской экономики и резкого усиления доллара. По опросу агентства Bloomberg только половина из 26 опрошенных аналитиков ожидают в краткосрочной перспективе рост золота, что является минимальным значением с 20 января текущего года. А по данным комиссии по торговле товарными фьючерсами, хедж-фонды сократили количество позиций на покупку драгоценных металлов на максимальную с 2008 года величину. В этих условиях торги в пятницу золото провело в боковом диапазоне, поочередно протестировав максимальный 1.664.66 и минимальный 1.639.57 уровня диапазона. Аналогичную динамику в еще более узком диапазоне 32.73 и 32.13 продемонстрировало серебро. Официальные курсы на закрытие торгов в Нью-Йорке составили золото 1.659.31 за тройскую унцию, серебро 32.49 за тройскую унцию. В экономической статистике понедельника Великобритания опубликует индекс доверия потребителей за февраль месяц и индекс цен на жилье за март. В еврозоне выйдут данные по изменению объема строительства и сальдо расчетного счета платежного баланса за инварь. Канада сообщит об изменениях объема оптовой торговли, а в США будет представлен мартовский индекс рынка жилья. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Аналитика от Maxiforex используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка.